Наша жизнь — это не только радости и счастье. В ней есть трудности, разочарования и страхи. И справиться с этим может не каждый. Преодолеть невзгоды, при этом не потеряв себя — это способность сильного человека. Но иногда нам хочется убежать от неприглядной реальности и отдаться слабостям. И тут появляются зависимости, которые предательски маскируются за удовольствием. Правда, потом наслаждение сменяется худшими состояниями, которые только можно представить. Это не понаслышке знает Виктор Алексеевич Страх. Занимаясь реабилитацией зависимых, он слышал сотни историй жизни наркоманов. И если у многих из нас эти истории вызывали бы неприязнь, то и Виктор просто хочет помочь. И он помогает. А вот как помогают зависимым в реабилитационном центре? Почему наш герой выбрал для себя именно этот путь? И кто помогает самому Виктору Алексеевичу не опускать руки? Об этом мы и поговорили с директором реабцентра и его семьей. Виктор Алексеевич, познакомьте, пожалуйста, нас с Вашей семьей. У меня трое детей. Значит, одна здесь, Марина Викторовна, и моя любимая супруга, Любовь Николаевна. Очень приятно познакомиться. Как и почему Вы решили заняться такой деятельностью, помогать наркозависимым людям? Всегда этот вопрос задают. И сейчас я отвечу, да. Я с большим удовольствием отвечаю. Раньше мне было стыдно отвечать на этот вопрос. А сейчас я уже посмотрел, что он актуальный, очень нужный. Когда-то, вот, большое количество лет, не буду назвать числом, потому что пугает это их людей. Удивляет. Да, удивляет, да. Значит, отец мой занимался благотворительностью. Он, значит, построил дом возле себя, во дворе, вернее. И люди, которые вот, пьяницы, нуждающиеся, их не понимали, их считали за быдло, за изгоев. И вот, ну, он жалел как-то их. И приглашал к себе. И там они жили, пока они отходили. И вот таким образом он их выпускал. У отца было пять детей. Семь даже, да? Семь детей. Семь детей. И они оставляли вещи всегда. Что-то оставляли. И мы переодевали, значит, вещи. И таким образом отец вот работал так, как бы сказать, благотворительно. Он сам был кочегаром. Качегаром, значит, сутки работало трое дома. И эти трое суток он занимался с ними. И, в общем, они ему помогали и работать. Значит, вместе на шабашке, как говорится, ходили. Все. Семья была большая. И, ну, и это его было занятие. И я уже, когда вырос, и, значит, мой, мои друзья запили. Запили. И родители, говорят, их приходят к отцу и говорят, вот так, дескать, вот что делать. Вот вы помогаете этим людям, может, друзьям Виктора поможете, вот, чтобы они тоже. А отец говорит, вот тебе твои друзья, что я делаю, вот ты и делай. Ну, и я думаю, давай, как с друзьями. Я пошел, я втянулся в это дело. И они все прошли реабилитацию блестяще. Они хорошие, порядочные люди. Семьи хорошие, они должностя хорошие после имели. И хочу заметить, что, и таким образом я смотрю, что там валяется, там проблема, там. И таким образом я начал заниматься. Это было с Владикавказа началось. Потом в Крымске переехал. Потом приехал сюда. И уже здесь я уже, уже сколько, 36, да? Сколько лет? Да. Где-то 35, 35, ну, 36 лет я здесь приехал. И я начал заниматься здесь вот с наркоманами, алкоголиками. А сейчас подключились еще, сейчас сильная большая проблема. Бомжи. Бомжи по городу у нас. И мне участковые, граждане, общественники, скорой помощи привозят сюда к нам. И милиция привозит, значит, к нам для того, чтобы мы взяли их. Мы их берем здесь, документы утеряны, находим документы. Значит, лечим, пока они здесь находятся. Большое количество лекарств. Ну, приходят мы его, купаем, значит, моем, переодеваем в эти одежды другие. Потом, значит, стрижем их все. И потом, значит, выявляемся, что у него болит то, болит то. И эти болячки залечиваем этими таблетками. И таким образом мы, значит, ухаживаем за ними. И потом, после этого мы восстановили их здоровье. Они бросили пить или наркоманить, или что, от чего они стали такими. И, значит, после этого мы паспорта делаем им, устраиваем на работу, если таковой способность есть такая. Мы сотрудничаем с Центром занятости. Они нам помогают их обеспечить работой, научить, дать какие-то, значит, навыки к работе. И после этого, значит, мы их выпускаем уже в свет. Некоторых родственников находим. Находим родственников. В прошлом году мы 20 человек где-то с Карачао-Черкесии отправили. Потому что нашли их родственников. И в Адыгею отправили. В Краснодарский край отправили. В Владивосток двух человек отправили. Значит, в Неведомыск, Садовый. Что еще? Ну, в общем, вот такие. Берем Блаблакар в Краснодар и даем определенный совет этому шоферу. Он довозит туда. И говорим о том, что привези и скажи. Вот он ваш родственник. Это он ваш? Ваш. Если вы не будете за ним смотреть, то приедут другие люди. Я уже не приеду. Я буду разговаривать серьезно. И это помогает. Помогает. Ну, а так мы сотрудничаем с, значит, наши кураторы Министерства труда и соцзащиты населения. Значит, они нам помогают во всем. Там помощь, например, мы не в состоянии, допустим, паспорт, где-то задержка. Потому что некоторые у нас по 2-3 года бывают. 3 года, значит, один человек, другой 2,5 года. Мы не можем, не в состоянии. Они уже пробивают. Они очень хорошо нам помогают. Социальные работники с областной больницы тоже помогают. Мы с ними сотрудничаем. Некоторых старт дом, некоторых дом-интогнат отправляем. Да, вот в таком плане. Находят Министерство труда, находят место. И мы отправляем. Отвозим их туда. Кто уже приходит, он отошел. Он был пьяный. Мы думали, что он пьяница. А он когда отрезвел, а мне кажется, деменция у него. А он больной, психически больной. И мы его недавно отвезли в психиатрическую больницу. И они там готовят его документы для того, чтобы отправить его в интернат, который, соответственно, с такой болезнью. То есть вот такие процедуры. И столько работ с только с бомжами. Плюс того, что с наркоманами. Сейчас фактически наркоман приходят сюда, они уже не соматические, а психически больные. И мы с психодиспансером имеем отношение. Чуть-чуть отклонения есть, когда мы не можем выдержать его. И мы определяем это, вызываем бригаду. И тогда или психиатрический диспансер, или, значит, наркодиспансер. Помоем там, капельницы поставим там. Все сделаем. И таким образом мы решаем этот порт. Потом ресоциализация и такая вещь, что мы подготавливаем его к жизни в социальных сферах. Работают они, делают. Это огромный труд, огромный труд, конечно. Но сравнительно с прошедшими годами численность у нас подубавилась? Нет. Нет. Разновидность увеличилась и увеличилось количество. Хочу заметить, что наркомания помолодела, а алкоголизм постарел. Когда уже врачи не помогают, когда воспитатели не помогают, психологи школьные не помогают. И тогда советуют, чтобы к нам обратились. Вот как специалист, какой вы совет можете дать, чтобы уберечь своих детей, чтобы они не попали в такую компанию, попробовав один раз, чтобы они не втянулись в это? Если попробовал один раз, один раз, уже втянулся. А с первого раза употребление, значит, сразу человек уже привыкание. Он потом ищет уже. Ищет. И поэтому нужно уберечь ребенка с первого раза. Мы выиграли грант «Кавказское здоровье детям». И мы 1290 мероприятий провели по отношению к борьбе с наркотиками. Профилактика наркотических средств, профилактика поведения, как нужно обращаться. Там были советы родителям, там были советы психологам, преподавателям, как вести в этом случае. Мы подготовили там, также открыли тему о том, что как школы оберегать надо, необходимо, чтобы, потому что возле школы очень много этих раздатчиков, разносчиков, закладчиков. Да, атмосфая вот так был, был сильный, вот этот модный. Сейчас вот добились уменьшения. Ну, и все это, все это мы в «Кавказское здоровье детям», значит, выразили. И родителей очень много, количество прошло, потому что каждого регистрировали, кто выслушал, кто выяснил. Вот такая вещь была. Ну, совет какой? Совет какой? Стараться определить, с кем дружит этот ребенок, родителям, советую. Чтобы они знали, какой у него интерес, есть ли деньги гуляющие, куда он тратит их, куда расходует. Потом посмотреть, как он спит, как он встает. И все, вместе это посмотреть на глаза, какие у него глаза, аппетит есть или нет. Почему, в чем причина? И родители должны это знать. Мой коронный, такое все, на каждом совещании, на конференциях всегда я говорил о том, что почему у ребенка становится наркоманом? А вы знаете почему? Потому что они его не любят. Они его считают, что он ребенок, и он сам самостоятельно, он поймет эту жизнь, и все. Они не обращают на него внимания. И я задаю вопрос, сколько раз вы в день обнимаете его, целуете? Простой банальный вопрос. Если больше будете обнимать и целовать, он вам будет другом сильным, он будет доверять вам. И когда кто-то подойдет и скажет, вот в таком плане вы определите, что это нехорошая компания. И он вас послушает. Если ребенок отвергнут, оттолкнут, оттолкнут, то, конечно, в итоге любой человек подойдет и скажет, это, давай, вот, все, все, и он пойдет с ними. Потому что эта компания будет для него лучше, красивее и притягательнее. Чтобы этого не было, нам необходимо к детям относиться с драгоценным таким трепетным отношением. И тогда мы сохраним детей. Поэтому это большое количество зависит от детей. Большое количество зависит от родителей. Большое зависит от преподавателей. Большое зависит от той группы людей, с кем этот человек общается. Ну, это там большую мы брошюру написали. Как бы я не готов был сейчас ответить, чтобы, ну, в скорах. Ну, вот в таком плане я хотел бы сказать. Ну, в общем-то, это число – ваше отношение к дочке и сыну. Чтобы он не нуждался в чьих-то объятиях, как девочка, и как сын. Дочь и сын. Да. А еще один такой момент. Вот у меня двое детей. Два мальчика и девочка третья. Трое детей. Вот. И два мальчика. Когда с ними идем по городу, мы жили вот в Ярославле, и в самом центре города, в Ярославле, там очень много детей, которые вот с пакетами на головах, нюхают. Да. Бедные дети. И я, да, прям очень развита там. И мы проходим, они школьники, там первый, третий класс мальчишки. И я говорю, вот видите, мальчики, вот видите, как их мама и папа не любят. Вот такие вот, теперь у них судьба будет такая. Вот потом они попадут в реабилитационный центр. Дай бог, если попадут. А если не попадут, вообще умрут. И как бы с детьми об этой теме надо говорить. Надо говорить о том, что курить нельзя, пить нельзя, что нельзя вот потреблять наркотики, таблетки. Об этом надо с детьми говорить обязательно. Люди, как правило, умалчивают и не говорят детям об этой страшной проблеме. Но это как-то их не касается и не считают нужным об этом говорить. Но я лично, вот сколько я медработник здесь, вот в реабилитационный центр, я сколько вот вижу, что в каждом случае виноваты родители. Они недолюбили, не дали должного внимания, они не стали друзьями для своих детей, для своих близких. И не научили, не показали. И я вот смотрю на своих пацанов, на своих детей. Их не затащишь в это дело. Он старший у меня учился в институте в Воронеже. И там все пьянствуют. Ну, Воронеж, центральная Россия, понимаете, там просто. И он мне говорит, и они говорят, ну давай ты с нами тоже выпей там, давай ты с нами там. Он говорит, закури. Он говорит, ну я-то выпить могу, закурить там. Выпила, закурила один раз там еще. А ты сможешь ли потом не выпить и не закурить? Вот, на самом деле, любая вот эта зависимость, вообще все имеет прогресс, либо регресс. Либо прогрессирует, либо, ну как бы, регрессирует. Поэтому, если мы не будем ребенка настраивать на хороший прогресс, у него будет плохой прогресс, то есть регресс. И если мы не будем с детем разговаривать, там, какие-то цели ставить, что-то, ну, как спорт, там, не спорт. Ну, для пацанов, для мальчиков, для девочек какие-то, там, у меня вот девочка, так, она у меня модель в красоту. Вот, ну, чтобы она себя полюбила, и чтобы ни в коем случае, ну, ее вот этот мир, он ее не затащил. Вот, мир наркомании, мир алкоголя, курева. Это все, все начинается с простой сигаретки, там, с, как они сейчас называются, вот эти, без табачной, без дикатиновой сигареты. Ну, как бы все молодежь, это модно, с запахом клубнички, с запахом, там, жвачки, они там, что-то курят. Вот, а вот с этого начинается, дальше будет такая сигарета, после этой сигареты будет водка, там, текила, и там, всякие спиртные напитки, коньяк. А после этого захочется больших ощущений. И жизнь человека тогда становится, он ищет себе ощущения, и тогда он находит себе наркотики, какие-то таблеточки, лирика, там, или еще что-то. И человек, вот, если построить прямую, то человек начинает, ну, вот прямая, жизненная прямая, да, вот это у нас жизнь, вот это кайф. Вот у нас начинается от жизни, вот точка наша, да, и наш кайф раз, взлетел. А уже уровень жизни падает ниже. И твой уровень кайфа останется раз, и все ниже, и ниже, и ниже, и ниже, и потом человек начинает кайфовать только для того, чтобы жить. Да. И вот до такой степени люди доходят уже год, два, три, а он уже не может без этого жить. И здесь, конечно, очень многих ребят мы вот вытаскиваем, есть, конечно, которые не выдерживают, и поворачиваются, уходят. Недавно встретила в областной больнице девочку, она у нас проходила реабилитацию года назад, и я говорю, Жанна, ты что в таком виде, ты так плохо выглядишь, ты что, так и кайфуешь, ну, колешься? Она говорит, да. Я говорю, Жанна, ну ты посмотри, ты серая, вот как асфальт серая такая, я говорю, ты же умрешь. Она мне говорит, ну и пускай. Я говорит, не могу это оставить. Ну, это больно, конечно, и вот, ну, это все зависит от человека, от его желания, вот того, что хочет ли он оставить. Если он не накайфовался, не набухался, мы тут ничего не поможем. Мы, конечно, уговариваем, но очень сильно уговариваем, ты пойми, ты все. Я им там каждый вечер рассказываю, вы сильные, вы сможете, скажите, я сильные, так всякие аффирмации, там, чтобы они как-то чувствовали себя. И, конечно, когда встречаешь ребят, которые, вчера вот приходил парень, мы его не видели целый год. И так приятно было, он пришел, улыбается, я ведь не пью, не курю, не, это, работаю, бабушка, у меня слежу за бабушкой. Больше года, да, наверное, прошло. Ну, как бы радость наполняет, что не зря все-таки мы это делаем, работаем. И здесь вот я на одной работе поработала до пяти, прибегаю здесь с шести. Я с ними занимаюсь, там, у кого что болит, как вы себя чувствуете, у меня там горло болит, то болит, там полечить, там то. Ну, говорим с ними, беседуем. Ну, мы не скроем, что это стресс, работать с такими людьми. У них бывают различные панические атаки и приступы. С этим надо бороться. Где вы сами находите силы? Ладно, уже родители за столько лет, уже даже спрашивать не будут. А вы молоденькая, вам еще сложнее. Я не молоденькая. Ну, не то, что, конечно, больше всего достается вот им. Это им достается. Я такой человек, вот так вот, там, а ну-ка, сел сюда, встань, там, то, все, там. Там, особенно если с белой горячкой, они же начинают, когда вот у них белочка, отходники, это просто, иногда бывает. Ну-ка, сядь, у нас был недавно один парень, он все куда-то ехать, ему что-то искал такой. Ну, он такой джентльмен, такой раз так вспоминает, что он мужчина. Ты мужчина или нет? Ну, косять. Да, мужчина сидит такой спокойный. Потом опять что-то забудет, через пять минут опять что-то под диван и поднимает. Ну, как говоришь, сядь, ты мне обещал сидеть. Мужчина это или нет? Мужчина сидит опять. Ну, как бы вот, у кого какие, у кого какие, на как бы рычаги, на что давить. Они, конечно, они здесь с ними круглосуточно. Ну, если кратко сказать, что как мы переносим вот этот стресс и все, конечно, когда только приглашаем, мы в это время не спим, пока мисс человек пришел. Они здесь через стенку, да. И мы, значит, что делаем? Железо железо точит. Мы берем тот, который прошел реабилитацию, он уже опытный, и мы говорим, давай, спасся ты, спаси другого. Это лозунг наш такой. Счастье наше делает людей счастливых. И говорю, давай теперь распределитесь целую ночь и кто, когда будет, чтобы всем поспать и все, чтобы вот так. И, в общем, они, значит, следят за ним, чтобы он язык не проглотил, чтобы там эпилепсия не получилась, чтобы там еще что-нибудь, чтобы не встал и об кровать там, лбом не упал, чтобы все эти побои не были. И следите хорошо за ним. Ну, вот они следят. И в течение вот этих трое суток они с ними, каждый поделится по сколько-то минуту, и сядут на ухо и разговаривают. О чем говорят? Где твои родители? Куда ты пошел? А что ты делал? А где ты зашел? А что? А семья есть? Есть. Нет, жена нет. Разжелся нет. А, ты где? И вот это вот такие пустые разговоры, и он слушает, слушает, и у него нет ломки. Ему говорят, рассказывают, у него нет ломки, у него нет, да, отвлекается. И мы это знаем, что вот такое. Бывают некоторые за сутки, а некоторые больше. И когда он уже понял, что его отвлекают от этого, а он хочет об этом думать, я уже хочу, и пробивается у него. И он тогда, ситуация такая, он говорит, что ты ко мне пристал? Я говорю, что ты к нему пристал? Отвари, отойди, уходи. Не только его, а другому городу, быстренько сюда. А тот подходит, говорит, а тот привяжется, он такой привязчивый человек, да. А ты где, с какого города? И пошло опять. Опять волна. И опять волна. Это незаметно, но они сами это знают, что их же так же отвлекали. И 3-4 дня хорошо прозанимался. Он потом сразу-раз-раз говорит, да, я уже пятый день не употребляю. Да я уже бросил. И они там подпрыгивают от радости. Бросил. А потом уже наступает то, все, теперь его характер надо ломать, теперь его исправлять. Тебе нужно говорить так, объяснять. Это уже самый большой период, трудный период, когда действительно создавать эти благоприятные условия, для того, чтобы он правильно понимался, правильно поступал, поступки его человеческие были. И как это все? Он возвращается к нормальной жизни. Это вот так. Поэтому мы больше используем труд в этом отношении, их же. Их же. Я говорю, ты же специалист, ты же в курсе, ты же опытный. Ты же, и они таким образом, они делают это. А так самостоятельно не сможем мы сделать. Любовь Николаевна, где и как вы познакомились со своим спутником жизни? Немножко романтики в нашу передачу. Познакомились во Владикавказе мы. Я как раз кончила технику и поехала туда по распределению. Раньше такая была эта, что после окончания нас отправляли на работу обязательно. Надо было два года отработать. Вот. И он там жил. Я ее увидел. Мы там познакомились с ним. Откуда родом вы? Из Краснодарского края. Крымск. Я там училась, там жила. Вообще я в Темрике родилась, но там всю жизнь прожила в Крымске. Как отреагировали ваши близкие, когда узнали о том, что вы собираетесь открывать и помогать людям? Ну, они как-то вообще в это не вникали и не обращали внимания на это ни на что. Как-то они жили... Отдали замуж, все. Замуж, и сюда, как-то... Ну, если говорят, что у вас за стенкой есть ваши подопечные, скажем так, вам не страшно? Сейчас нет, потому что мы уже привыкли к ним, и они к нам привыкли. И они, вот многие из них, вот недавно один уходил, молодой человек у нас, и прощался, и говорит, я просто полюбил как маму. Ну, потому что если что-то болит или что-то надо, они все обращаются к нам, мы им помогаем. И поэтому, как бы, ну, мы их не боимся. Если, конечно, новые приходят, то могут зайти, но они за ними следят, сюда нельзя заходить. Сейчас у нас собака, они сюда не заходят. Вот, а, конечно, первое время, как вот я только вышла замуж, родилась Марина, еще она маленькая совсем была, он приводил домой, у нас не было возможности где-то их реабилитировать, не было такого дома, допустим, как сейчас у нас помещение большое. То я, конечно, мне было страшно, когда он привел человека, который отсидел 14 лет, или сколько он отсидел, в тюрьме, в малолетку попал, в общем, потом там, ну, в общем, длительный срок. И руки изуродованные, там у него какие-то побои были, что-то, и весь в этих татуировках, весь. Он его привез, естественно, я кормлю, посадил кушать, он не может вилкой попасть в этот салат, потому что руки нет со мной, господи, кого он привел домой. И он, думаю, берет еще ночевать, ну, Володя, поздно, оставайся ночевать у нас. Вот это да. Здрасте. Вот так. Для меня тогда было, конечно, вот, и сейчас вспоминаю еще. Ну, потом этот Володя сюда приезжал к нам. В гости уже. Уже все нормально. Он женился тогда, у него было сколько девочек родилось? Четверо, по-моему, где-то. А вы с большинством из них оставляете более такие дружеские, теплые отношения, даже родственные? Да, да. Вообще, многие из тех, которые прошли, они как бы остались друзьями. Вот ему 70 лет было в январе, они были у нас на дни рождения, на праздники. Мы такой банкет большой сделали, да, ну, как со всеми ними, естественно. Вот. Ну, Виктор Алексеевич, понятно, мужчина с большим сердцем хочет заботиться о всех, помогать. Он не отворачивается как общество, он наоборот помогает. А вы, мама троих детей, не было страха, что, ну, давай оставим это дело, дети наблюдают, а вдруг не так это отразится? Ну, когда дети были маленькие, мы как бы занимались этим. Вот Женя проходил. Ну, мы брали их каким-то, один человек, два человека, и тоже как бы становились с ними друзьями. Да. Близкими друзьями, и они в это время проходили, и как-то дети, даже можно сказать, они не замечали, что это репцентр. Официально тогда у нас он не был зарегистрирован в репцентр, это мы лично как бы к себе домой приглашали. А вот так вот, чтобы группу собирать, допустим, 20-30 человек, это уже дети выросли, уже дети, уже внуки у нас были. Я хочу сказать, что вот на этот вопрос, что это положительно для наших детей. Да. Они укрепились, увидев, сколько, какую пагубу несет эта зависимость, любая зависимость, вот эта наркомания, там, табакокурение, значит, алкоголизм, они увидели, они не трогают его. Это считается, это табу такое у них стоит, что они ни за что через это не перейдут, по причине того, что они все наблюдали здесь. Дети росли, они как-то особо не вникали в это, потому что таких вот занятий особо не было. Он индивидуально, там определенная комната у нас была во дворе, он там с ними занимался, а все. Вот. А уже внуки росли, они сами даже приходили, ну, слушали, и они настолько поняли, что это так вредно и опасно курить и пить, чтобы забирать столько лет жизни. А еще маленькие были, ты что, ни за что. И вот они сейчас одному 26, вот ее сыну одному 24, они не прикасаются ни к спиртному, ни к сигаретам. И друзья, друзья даже, вот у младшего Амина, друзья, вот нет, если они будут употреблять, вот мы собираемся. Семьей мы собираемся часто у нас. Дни рождения, праздники какие-то. Вот здесь мы все собираемся. Вот вчера у сына было 50 лет, тоже собирались все внуки, все дети. Ну, сейчас, наверное, удивились все наши телезрители, узнав, что уже сыну 50 лет. Это моя реакция была на вас. Сколько вам? Вы знаете, мне 70 лет, а этим, которые у нас наркоманы, им по 30 лет. А он говорит, ты мой ровесник. Я говорю, да, спасибо за комплимент. Конечно, говорит, если бы ты дожил до моих лет, а тебе сколько? Мне 55. Они ему говорят, если бы ты дожил до моих лет, конечно, мне 55. То есть они такую жизнь вели. Он-то спортсмен, он у нас в юности, он первенство, там, в СССР был по борьбе. Слышали такое? Сослан Андив, 7-кратный чемпион мира, тяж по борьбе. И вот в этой компании я там все боролся. Может быть, это дало мне такое здоровье еще. Спасибо вам огромное. И за теплый прием, и за теплую беседу, и за ваш труд. За то, что вы дарите столько тепла, заботы людям, которые в этом нуждаются. Я вам желаю побольше сил, терпения и, конечно же, здоровья. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся уже в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова